Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим необычный торт, который поражает своим оригинальным дизайном и красотой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим желе для торта. В сотейник насыпаем 2 пачки желе со вкусом вишни, каждая из которых рассчитана на 400 мл жидкости. Заливаем 600 мл кипяченой воды комнатной температуры. Обратите внимание, что воды берем меньше, чем по инструкции. Все перемешиваем и оставляем примерно на 15 минут, чтобы набух желатин. Желатин уже набух. Ставим сотейник на плиту. Нагреваем желе на небольшом огне, постоянно перемешивая. Когда весь желатин растворится, снимаем его с огня. Берем форму для выпечки диаметром 21 см и застилаем ее пищевой пленкой. В подготовленную форму выливаем растопленное желе. Все ставим в холодильник застывать. Отдельно в кастрюлю насыпаем еще одну пачку вишневого желе. Наливаем 350 мл воды. Оставляем набухать желатин. Набухший желатин ставим на плиту и нагреваем на огне, пока все не растопится. Подготовленное желе выливаем в стеклянную форму. Размер моей формы 16 на 25 см. Ставим застывать в холодильник. Приготовим бисквит. 6 яиц разделяем на желток и белок. Разделяем аккуратно, чтобы в белки не попал желток. Сюда же добавляем щепотку соли. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем 130 г сахара и 10 г ванильного сахара. Взбиваем белки с сахаром до крепкой устойчивой пены. В взбитые белки добавляем по одному желтки, не прекращая взбивания. Перемешиваем до однородности. Сюда же во взбитые яйца просеиваем 150 г муки через сито в 2-3 подхода, каждый раз перемешивая тесто лопаткой. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы тесто осталось воздушным. Именно из-за этой воздушности бисквит поднимается в духовке. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно, иначе бисквит не поднимется. Тесто равномерно распределяем по форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и ставим на решетку вверх дном. Даем ему полностью остыть, а еще лучше отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо разрезаться и меньше крошиться. Бисквит уже остыл и настоялся. Достаем его из формы. Разрезаем бисквит на три примерно одинаковых коржа. С верхнего коржа срезаем корочку, она нам не понадобится. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем пол стакана воды и насыпаем пол стакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим одну минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Приготовим крем для торта. В миску кладем 450 грамм сливочного сыра. Я использовала сыр Филадельфия. Сюда же насыпаем 200 грамм сахарной пудры и наливаем 400 миллилитров сливок жирностью не меньше 30 процентов. Все взбиваем миксером сначала на низкой скорости, а затем на высокой. Когда крем загустеет и станет однородным, насыпаем одну пачку загустителя для сливок. Опять все взбиваем около минуты. Загуститель добавляем для того, чтобы крем был более стабилен и не потек. Крем готов. Желе в круглой форме уже застыло, вынимаем его из формы. Получившееся желе нужно разрезать на кольца шириной 2 сантиметра. Я сначала сделала метки на желе с помощью линейки через 2 сантиметра, а затем ножом разрезала желе на кольца диаметром 20 сантиметров 16, 12 сантиметров 8 сантиметров и 4 сантиметра. Собираем торт. Берем кулинарное кольцо и кладем первый корж. Между кольцом и бисквитом ставим ацетатную пленку. Зажимаем кулинарное кольцо до диаметра бисквитного коржа. Первый корж обильно смачиваем уже остывшим сахарным сиропом. На корж кладем небольшой слой крема. Разрезанное на кольца желе переворачиваем на доску пленкой вверх и аккуратно ее снимаем. Перекладываем на крем самое большое желейное кольцо. Целиком его не получается взять, я перекладываю его частями. Одно желейное кольцо откладываем в сторону и на торт кладем следующее кольцо. Сюда же можно было положить центральный кружок, но я решила его не класть. Все пространство между желейными кольцами хорошо заполняем кремом. Кладем второй бисквитный корж. Этот корж тоже хорошо пропитываем сахарным сиропом. Наносим небольшой слой крема. На крем выкладываем оставшиеся два желейных кольца. Пространство между желе точно так же хорошо заполняем кремом. Рассчитывайте крем так, чтобы осталось еще 2-3 столовых ложки на обмазку торта. Последний бисквитный корж пропитываем сахарным сиропом на столе. Бисквит кладем на торт пропитанной стороной вниз. Корж прижимаем руками и выравниваем. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт уже настоялся и застыл. Подготовим украшение для торта. 50 грамм белого и 50 грамм черного шоколада нарезаем с помощью овощечистки так, чтобы получилась шоколадная стружка. Весь шоколад перемешиваем. Желе, залитое в прямоугольную форму, достаем из холодильника и нарезаем небольшими кубиками. Достаем торт из холодильника. Снимаем ацетатную пленку и переставляем его на блюдо или подложку, на которой будем подавать его на стол. Бока и верх торта покрываем оставшимся кремом. Крем нужно заранее выставить из холодильника для того, чтобы он согрелся до комнатной температуры. По бокам и по краю сверху торт покрываем шоколадной стружкой. Лишний шоколад убираем с тарелки с помощью кулинарной кисточки. Вверх торта украшаем зеленими кубиками. Торт готов! Торт получается очень вкусным, в нем прекрасно сочетается влажный воздушный бисквит и нежный сливочный крем. А желе придает этому торту приятный вишневый вкус и неповторимый шарм. От такого торта просто невозможно оторваться. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!